Дорогие друзья, приступаем к курсу занятий, посвященные наработке грации, изящества. Во-первых, мы начинаем с осанки и выпрямляем позвоночный столб. Раскрываем грудину, подтягивая лопатки друг к другу. Представьте, что между лопаток у вас вязочка, которую вы туго-туго затянули. И тем самым раскрыли свой грудной отдел и направили анахата-чакру вовне. То есть та чакра, которая отвечает за эмоции, за любовь, за чувства. Далее мы втягиваем стенку брюшной полости, выравниваем позвоночный столб. Подтягиваем мышцы промежности. И на протяжении всего танцевального этюда, экзерсиса, мы, конечно же, держим наш базовый корневой замок, молобанху. Встаем ровно, собираем руки на пояс. И начнем с очень простого телодвижения, освоив которое вы можете самостоятельно импровизировать и танцевать под любую мелодию, которая вас возбуждает к танцу. Ну что ж, встали ровно, стопы собрали вместе, вытянули позвоночный столб. И теперь слегка подсогните колени. Это положение называется плие. Натяните носочек и отведите бедро в сторону. Встаньте ровно, зажмите мышцы промежности, подтяните живот. Снова вниз, нога в сторону. И как позвоночник, вытянитесь ровненько, как ось координат. Снова в сторону, не теряйте осанку и не теряйте подтягивание мышц промежности в себя. Снова в сторону, к себе, в сторону, к себе. Даже освоив это простое движение ногами, мы уже можем импровизировать, добавлять бедра, добавлять движение грудной отдел, добавлять руку, добавлять взгляд, голову, шею. Сначала вместе пробуем просто отодвинуть бедро в сторону. Раз, два, три, четыре. Самое главное, не забываем про мулабанху. Держим корневой замок. И три, четыре. Давайте попробуем слегка усложнить. Рука сопровождает бедро. Раз. И собирает в исходное положение, подтягивая мышцы промежности. Мы рукой копируем движение бедра. Раз. И раз. А теперь добавьте небольшой кач в тазу. Выглядит это как будто бы создается алертное движение в тазобедренном суставе. И мы тем самым еще лучше прорабатываем мышцы леваторани. Тем самым укрепляем мышцы тазового дна и внутренние органы от опущения. Хорошо. Вот такое движение. Включайте скорее любимую музыку и начинайте импровизировать. Кач-кач бедрами. Грудной отдел раскрыт. Можно теперь руками попробовать себя погладить. И слегка усложнить. Вперед. И точно так же уверенно идем назад. Нет ничего сложного. Мы просто переступаем стопами. Грудь раскрыта. Руками. Можно изучить свое тело. На предмет касания, где нам нравится себя трогать. Попробуйте импровизировать с этим движением. Можно усложнить руки наверх. Застыть, раскрыться. Продолжить. Раз. И еще раз. Наверх. И еще раз. Наверх. Можно до бесконечности импровизировать. Вытяните ногу в сторону, а таз выведите в горизонтально противоположную сторону. И опустите. И сейчас так же параллельно фронтальной плоскости мы отодвигаем таз максимально влево. Бедро вправо. Рука наверх, как лебеди взмахнули. И продолжаем. Подтянули мышцы промежности. Подтянули мышцы промежности. Как только вы устали стоять на месте, начните двигаться, идите вперед. А теперь идем назад. Импровизируем руками, импровизируем ногами. Можно добавить движение головы. Как только вы устали, добавьте движение плечевым поясом. И все то же самое с противоположной стороны. Плечи восьмерка. Раз, два. От себя. Раз, два. Продолжаем. Раз, два. Продолжаем. Раз, два. Хорошо, любимые. Я думаю, что этот базовый шаг во многом разнообразит ваши интуитивные, импровизационные танцы, которые я рекомендую осуществлять ежедневно. Включите любимую музыку и хотя бы 10-15 минут ежедневно танцуйте. Увидимся на следующем уроке.